Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сейчас я зашла в теплицу, потому что самое время мне делать подкормки. У нас по-прежнему холодно, дождь, сыро, темно. И вот в такие дни можно подкормить не только под корень томаты, но и по листу опрыскать, потому что нет солнца, нет всего. На многочисленные вопросы, с каких подкормок начинать, чем лучше подкормить томаты, я сейчас расскажу про себя и расскажу сам принцип составления графика подкормок томатов. Потому что просто так, наобум, что есть под руками, подкармливать, конечно, нельзя. И когда у меня спрашивают, чем вы подкармливаетесь, с чего начать, я хочу сказать, что подкормки в каждой отдельной ситуации должны быть разные. И если я подкармливаю, например, одним средством, не обязательно, что в этом средстве нуждаются ваши томаты. Вот у меня сейчас в основном будут отфитофторы и кальций фосфор, потому что, вот видите, азотосодержащие мне не нужны, даже самые-самые, вот это вот те самые настеньки, у которых я стою, которые я высаживала совсем в крошечном виде, видите, какая у них зеленая масса большая. И у меня уже на всех томатах образуются плоды, значит, мне нужна подкормка, содержащая калий и фосфор. А если человек, например, высадил томаты, у него даже еще не цветет, если, не дай бог, они желтые, затормозились в росте, то, возможно, перед калием и фосфором ему нужно еще и азотосодержащая подкормка. Хотя я всегда говорю, что кормить азотом томаты не нужно, но бывает такая ситуация, что, ну, не растет томат, желтый, бледный, то в этом случае можно подкормить и мочевиной один раз, или травяной подкормкой, ну, несущий азот растением. Вот мне азот вообще не нужен. Я начну сразу с золы с йодом. И я сейчас расскажу, как я выстраиваю свой... Ой, сейчас я в тетрадку. Вот я сразу заранее пишу, хотя бы на первый месяц-полтора, график обработок. Я обработала один раз от вредителей, потому что томаты уже большие. И теперь у меня, смотрите, там, где написано, была травяная подкормка, я ее убрала, даже не стала делать травяную подкормку, потому что побоялась, что томаты, получив еще лишний азот, начнут жировать. Ведь это все зависит от того, как вы заправили лунки. Вот у меня много перегноя в лунках, и мне эта травяная подкормка, возможно, даже повредила бы. У меня сразу стоит первый зола плюс йод. Зола – это калий, природное удобрение, а йод – это, ну, антисептик, чтобы вот этот вот прикорневой, вот этот, как сказать, грунт обезвредить от фитофторы. Ну, чтобы подавить. Вы помните, я говорила про йод, что мы его, я вот сейчас буду делать именно сегодня, потому что погода плохая, в открытом грунте работать невозможно. И на этот же день, вот на 23-24 я написала, что возможно, я еще буду опрыскивание проводить аллерин и гомаир. Это опрыскивание по листу тоже профилактика фитофторы. И пишу время ожидания, что 15 дней к этому средству я больше прибегать не буду, полмесяца. На 1 июня, через неделю, у меня написано, калий я сегодня дам, фосфор. Это будет травяная настоечка с рыбной мукой. Все. Потом, примерно в этих же датах, от фитофторы, я уже буду прыскать фитоспорином. Чередование. Один раз опрыскали от фитофторы одним средством, другой раз другим. Во-первых, чтобы не было привыкания. И вообще всегда рекомендуют чередовать. И еще через неделю я буду опрыскивать сыворотка плюс йод. Это все фитофтора. Вот вы поняли, что у меня подкормки и обработки томатов, они будут выстроены вот так. И основное направление, как вы поняли, у меня фитофтора, фитофтора, фитофтора. Профилактика фитофторы. Потому что у меня нет никаких проблем с томатами. Они стоят зеленые, толстые, завязываются хорошо. Но если у вас, например, будут осыпаться листочки или будет мало завязи, то вам нужно будет обрабатывать, например, для улучшения завязи, борной кислотой. Если у вас плохая совсем корневая система, некоторые даже поливают под корень янтарной кислотой. Это как природный стимулятор, будет больше образовываться корешков. Все зависит от ситуации. Заранее вот зайдите. Это касается не только томатов в теплице, но и в открытом грунте. Высадили, например, дня 2, 3, 4, ну подождите 5. И осмотрите свои посадки, что им нужно. Если они, например, зеленые, пышут такие, азот не давайте, начинайте сразу калий, фосфор подкармливать. Это зола, это рыбная мука. Все зависит от того, что вы положили во время посадки в лунку. Возможно, вам не нужно, не будет никаких обработок, кроме как от фитофторы. Вот у меня лунки заправлены хорошо, и подкормок вот таких вот, как именно питательных веществ, они не требуют. Только профилактика фитофторы. Вот у меня сейчас сырая погода, холодно. У нас по-прежнему вот будет сейчас 5 ночью, 6 сейчас днем. И томаты-то они расти, конечно, растут. Видите, как хорошо. Зелень у них прям такая яркая, хорошая. Но от фитофторы я опасаюсь, буду обрабатывать. Потому что для меня сейчас будет главная борьба, ну предотвращение фитофторы. И еще разный возраст томатов требует разных подкормок. Вот у меня уже плоды завязаны. Мне сейчас нужен усиленно фосфор и калий. Но если у вас плоды не завязываются, возможно, в первую очередь вам нужно бросить силы на увеличение завязей. А если цветов нет вообще, и рассада желтая, возможно, и азотные вам нужны подкормки. Осмотрите свои томаты, поставьте им диагноз, что им нужно. И только исходя из этого, составьте график подкормок. Когда у меня спрашивают, а какими вы чередуете, фабричными там или народными, ой, обрабатываете, я всегда говорю, я чередую. Неделя народное средство, через неделю магазинное средство, через 10 дней народное магазинное. Но если уже я увижу признаки заболевания, я буду обрабатывать и медь содержащими, такими как хомбардовская. Тут все средства хороши. Все, до свидания. Вот этот короткий видеоролик, я постаралась рассказать вам, как вообще в принципе нужно выстроить заранее план обработок своих томатов. И никогда у вас, как вам никто однозначно не ответит, с чего вам начать обрабатывать свои томаты, какие подкормки делать. В каждом случае это индивидуально, зависит от состояния вашей рассады, от возраста ваших томатов, хоть это в теплице, хоть это в открытом грунте, потому что совсем молодая юная рассада требует одного, а взрослая, которая с завязью, требует другого. Все. Я надеюсь, я донесла главную мысль, принцип вот этой расстановки, чередования подкормок. А дальше все у вас пойдет, если вы это поймете, дальше все пойдет как по маслу. Одни, другие подкормки, третие. И каждую, вот которое питание вы вносите, например, там золу, рыбную муку, еще что-то, чередуйте, пожалуйста, с опрыскиванием профилактическим от фитофторы. Сейчас я буду делать только золу с йодом. Все-все подробно расскажу, как работает зола, как работает йод. Это будет и профилактика фитофторы, и подкормка калий. Мои томаты получат калий, который при завязывании плодов очень нужен.